Всем бит! С вами Никита Буру и А.К.А. Ник Браун. Это уроки битмейкинга Fingerdraming. Сегодня речь пойдет про динамику и динамический диапазон. И я должен сделать небольшое предупреждение, что играть с динамикой и с динамическим диапазоном получится у тех, у кого драм-машинки или миди-контроллеры с сенсорным типом пэдов. То есть они должны быть сверхчувствительны и вы должны извлекать как и самый тихий звук, так и самый громкий. Собственно говоря, динамический диапазон это разница между самым тихим звуком вашей партии и самым громким. И ваше умение владеть самыми тихими звуками, постепенно делать их самыми громкими. Звучит это примерно вот так. В общем, вот такая простая штука. И я сейчас покажу, как ее тренировать. Первое, с чего стоило начать, это упражнение посвящено тому, чтобы выработать в вашем уме понимание того, что один звук должен быть громче следующего. Мы берем хай-хэт восьмыми нотами. Если ты не знаешь, что такое хай-хэт восьмыми нотами, то в правом верхнем углу для тебя подсказочка. Мы берем хай-хэт восьмыми нотами. Первый звук мы играем громче, чем следующий. То есть... Когда у вас это все будет хорошо получаться, можете немножечко ускоряться, потому что чем быстрее вы играете, тем сложнее чувствовать эту динамику. Когда у вас это получилось, проделайте то же самое на левую руку. Когда получилось двумя руками, берем хай-хэты шестнадцатыми нотами. Если вы не знаете, что такое хай-хэты шестнадцатыми, подсказочка для вас. Хай-хэты шестнадцатыми и начинаем акцентировать первый точно так же удар. Итак, это было два первых упражнения. Они больше направлены на акцентирование и на понимание того, что у звуков разная громкость. Следующее упражнение посвящено тому, чтобы эти уровни научиться выделять по отдельности. Мы сейчас будем играть на снейре и постараемся сыграть так называемый диллой. Это когда первый звук самый громкий, и мы все следующие звуки играем тише и тише от предыдущего. Звучит это примерно вот так. Попробуйте проделать это упражнение. Оно очень полезное, потому что ваши руки запоминают, механически запоминают, что есть разные уровни громкости и что можно бить с разной силой. После того, как вы проделаете эти три упражнения и вам уже достаточно наскучит, попробуйте эти все знания применить на практике, используя его в каком-то бите. То есть, например, мы берем и выделяем первую долю, самую сильную делаем, все остальное играем намного тише. Таким образом можно развивать динамику, играть получится более интересно, в вашей партии появятся некие колебания, за счет чего слушатель ваш будет более прикован к вашей партии. В общем-то, этот навык помог мне в свое время выиграть WeWanBattle. Если хотите посмотреть, ссылочка в правом верхнем углу. И если это видео было для тебя полезным, ставь лайк, подписывайся на канал, если вдруг этого не сделал, звони в колокольчик, и мы с тобой еще увидимся. Peace, brother.